Три масштабных проекта по обеспечению сельчан питьевой водой и обводнению пастбищных земель реализуются в Западно-Казахстанской области. Один из них, 150-километровый водопровод, строится в Женгалинском районе. С его помощью, кроме райцентра, чистую воду специалисты смогут провести в дома жителей сразу восьми сел. Моя коллега Ботогос Базарбаева расскажет подробнее. 2 миллиарда 300 миллионов тенге – стоимость одного из крупнейших строительных проектов региона за последние годы. Источник подземных вод в 150 километрах от поселка Жангала. Его запасов, по словам геологов, хватит на 30 лет. Завершить все работы подрядчики намерены в начале лета, хотя проектный срок сдачи объекта – ноябрь. 24 тысячи человек, все жители, будут пользоваться хорошей питьевой водой. На сегодняшний момент из 143 километров мы прошли 130, осталось 13 километров. Труба 6 километров подвести. Также делаем столбы, ждем тепла, чтобы начать заливать емкости. Не менее значим для региона и проект реконструкции Кирово-Чижинского канала. Протяженностью почти в 200 километров водоканал соединит Урал с Большой Узенью, обеспечив поливной водой четыре сельских района области. Тогда, как мы закончим это, 130 тысяч гектар будет обводнено. Это очень большие возможности откроет для наших крестьянских хозяйств. Сейчас уже крестьянские хозяйства вдоль канала получают земельные участки. Естественно, это создает дополнительные возможности и условия для развития животноводства, кормопроизводства. Еще один ирригационный проект – восстановление Тайпахского канала в Акжаикском районе. В этом году будет разработана проектная документация. Работы разделят на три этапа. Воду для полива лугов и полей получат села на левом берегу Урала. Для обеспечения водой левобережья Урала мы планируем восстановить Жаик-Шалкарский канал. Вода с канала будет поступать в соленое озеро и водохранилище Акжаик. Это позволит обводнить около 400 тысяч гектаров пастбищных земель. За последние два года в области в госсобственность был возвращен 1 миллион гектар неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Их получат рачительные хозяева для выращивания кормовых культур и использования под пастбища. Бутагоз Базарбаева, Канат Махмутов, Западноказахстанская область, Хабар, 24.